Здравствуйте, уважаемые телезрители! На телеканале X24 программа «Полезный день» в студии Владимир Илларионов. Не так давно, в прошлом месяце, в мае 2019 года, в одной из наших передач мы рассказывали о подвиге брига «Меркурий». А сегодня мы поговорим о строительстве копии этого брига. Дело в том, что бриг «Меркурий» был спущен на воду в 1820 году. В следующем году будем отмечать 200-летие брига «Меркурий». Сегодня у нас в студии Андрей Лубянов. Но уже не как художник-маринист, не как писатель, и даже не как военный журналист, а как специалист-судостроитель, выпускник Севастопольского приборостроительного института, факультета корабельной энергетики и кораблестроения. Итак, Андрей, несколько слов о бриге «Меркурий». Какой это класс плавающих средств? Это бриг по классификации XIX века. Это военное судно. Бриг 20-пушечный, длиной 29 метров. Чем он ценен для Севастополя? Я думаю, все знают. Первый памятник Севастополя на Мичманском бульваре, потомству в пример, казарскому потомству в пример, это памятник знаменитому бригу «Меркурий». Поэтому сам бриг стал для Севастополя легендарным. И, конечно, многие годы у энтузиастов, у историков, у судостроителей, у яхтостроителей была мечта воссоздать этот образ, ну, будем говорить, примерно в натурную величину, так, чтобы Севастополь и гости нашего города его увидели. И вот сейчас, как бы, уже забрежил свет в конце тоннеля, и начались работы по предварительному, будем говорить, проектированию этого судна, так, чтобы именно бриг «Меркурий», историческую реплику бриг и «Меркурий» построили именно потомки тех судостроителей, которые строили его в 1820 году. То есть, здесь, в Севастополе, на какой-то из верфей. Определимся в терминологии. Строить копию брига «Меркурий» нецелесообразно по многим причинам. Срок сохранности такого объекта невелик по сравнению с репликой, которая может быть выполнена из современных материалов. Да, мы, когда собрались, вот, специалисты по яхтостроению с большим опытом, примерно с 90-го года, мы прорабатывали все варианты, каким мы видим бриг «Меркурий», деревянным, и пластиковым, и стальным, и прочее. И все-таки пришли к выводу, что историческая реплика, я подчеркиваю, не копия, историческая реплика брига «Меркурий» должна быть стальной. Ну, этот объект будет довольно дорогостоящий, этот объект будет довольно сложный, и поэтому он должен служить городу не 15 лет, как служили обычно бриги черноморские в 19 веке, а уж как минимум лет 50-60, а может быть и больше. То есть все зависит от ухода и от грамотности команды. Поэтому мы предложили построить стальной бриг «Меркурий» историческую реплику. Подчеркиваю, историческая реплика, это значит, часть, внешний вид его соответствует полностью 1820 году, а внутри это уже будет как бы современная яхта и представительское судно. То есть все будет снаружи обшито деревом, здесь будут устанавливаны пушки, здесь будут устанавливаны росты, фок, грот, мачта, паруса, все будет соответствовать как бы 1820 году, даже при ближайшем рассмотрении. И только внутри, чтобы судно могло ходить под парусом, чтобы судно могло выполнять какие-то представительские задачи, сниматься в фильмах, сниматься в каких-то, будем говорить, военных сценах, батальных, парадах, многочисленных. Поэтому мы уже сюда вводим начинку современную 21 века. Поэтому и говорим не об исторической копии, а об исторической реплике. Андрей, безусловно, что такое военное судно, совершенно небольшое по размеру, не может быть корпусом или зданием музея. Это судно может быть экспонатом музея, двигающимся, действующим натурным экспонатом натуральную величину. Но именно экспонатом. Посещение, наверное, такого корабля было бы, может быть, и реально, но только группами не больше 10 человек. Уж больно миниатюрные размеры натурального брига «Меркурий». Но, отчасти вы правы, я должен сказать, что сам бриг – это 29 метров, все-таки он довольно внушительный раз. Но когда мы его нагрузим историческими, будем говорить, какими-то моментами, то есть коронадами, их 18 штук, ретиратными пушками, снастями, различными палубными устройствами, якорным устройством, грузовым, ростры поставим, шлюпки и прочее, конечно, места на палубе не будет. Но если посетители будут ходить по верхней палубе, они могут себе представлять, что такое российское кораблестроение начала 19 века, как там воевали, как стреляли пушки, как готовились, как вообще управляли парусами, ну и многое другое. То есть он будет носить нагрузку, все равно он будет носить нагрузку, как судно-музей, но только внешне, внутренне вы попадаете в другой мир. В спорах о том, кому строить, как строить, где строить, звучали аргументы. Вот в Питере судостроители. А кто тут в Севастополе? Разве это судостроители? Андрей, несколько слов о своем судостроительном опыте. Надо сказать, что севастопольские яхтостроители в начале 90-х годов сделали большие шаги вперед, и мы даже обогнали Питер по яхтостроению. В 90-м году мы начали строить первые в СССР океанские стальные яхты длиной 20 метров. Питер, можно сказать, отдыхал, и мы впервые согласовали этот проект летящего облака с регистром. А потом наша команда, которая объединилась и сейчас составляет рабочую проектно-конструкторскую группу возрождения Брига Меркурия, она вобрала в себя лучших специалистов, конструкторов, технологов, инженеров, которые строили яхты и построили 14 океанских яхт. Некоторые яхты перешли Атлантику, некоторые яхты работали в Средиземном море, некоторые яхты в Индийском океане. То есть у нас богатый опыт. И, конечно, этот опыт мы хотим применить вот к этой исторической реплике и сделать своими руками именно севастопольцы. Мы должны подчеркнуть, что Брик Меркурий должны делать севастопольцы. Питерцы пускай делают свои балтийские корабли, вот как они делали Штандарт, как они делали и делают Полтаву уже седьмой год. У них там, правда, есть верфь исторического судостроения. Но в Севастополе специалисты, мягко говоря, не хуже, если не лучше. Для севастопольских судостроителей дело чести. Это дело чести. Построить своими руками реплику Брик Меркурий. Обязательно. Вот поэтому я хочу сказать, что у нас есть все силы, все возможности. Мы самодостаточны, мы ни от кого не зависим. И проработка наших чертежей, наших идей уже достаточно мы убедили. И кинокомпании, которые будут заниматься съемками в фильме, и другие организации, и делали доклады на Черноморском флоте. Собирали круглые столы, где говорили историки, краеведы, яхтостроители, музейные работники. Все пришли к мнению, что Брик Меркурий нужен. Только вот в каком качестве, это уже второй вопрос. В 2011, 2012, 2013 годах на Севастопольском телевидении частым гостем был Валерий Павлотоц. Ялтинская киностудия обязана ему декорациями многих кораблей, многих наземных сцен, батальных морских сцен, подводных сцен. К сожалению, Валерия Павлотоца нет сейчас с нами, но в наших архивах сохранились его высказывания о необходимости строительства Брига Меркурий, о его значении для киносъемочной индустрии России. И я думаю, что это был бы хорошим знаком к тому, что мы помним заслуги Павлотоца в кинематографе. У него были многие фотографии, много сценариев, ему присылали авторы именно по съемкам фильма с участием Брига Меркурий. Будет ли у этой реплики своя машина, свой дизель? Обязательно. Значит, когда, во-первых, мы работали с людьми Тавлотоца, и я его тоже хорошо знал, и они планировали съемки фильма Брига Меркурий, но уже тогда руки не дошли. Надо сказать, что и многие кинорежиссеры еще в советское время хотели сделать фильм о беспрецедентном подвиге экипажа под руководством Казарского, но опять же руки не дошли. Сейчас сложились такие исторические условия, и сложилась, так сказать, такая обстановка в стране, что все это стало реальностью. И поэтому для того, чтобы реальная реплика Брига Меркурий могла участвовать в съемках фильма, она должна работать, то есть должны все паруса у нее действовать, часть пушек должна стрелять, потому что. Ну и для того, чтобы выводить его в море, конечно, нам нужна будет машина. То есть мы оборудуем ее вспомогательным двигателем, дизелем, наверное, Вольво Пента, который будет выводить его из Большой Севастопольской бухти на внешний рейд, а там мы будем расправлять паруса и уже работать в том направлении, в котором надо. Надо сказать, что здесь у нас основные паруса, а в бою он еще ходил под дополнительными, под лисселями. Но это уже другая технология. Даже трудно сказать, кто у нас под лисселями ходил в советское время. Я думаю, наверное, такого и судна даже не было, несмотря на то, что у нас учебные суда есть. Я думаю, что когда построим, а есть такая надежда, и когда севастопольцы и черноморцы увидят Брик Меркурий под парусами или его в фильме, вот, кстати, о фильме надо поговорить отдельно, вот, это все опять история 19 века оживет. А это история или эпоха адмирала Грейга, которую мы, кстати, немножко забыли. Давайте завесу секретности приподнимем над этим проектом. Во что может обойтись по самым скромным подсчетам реализация проекта? Ну, по самым скромным подсчетам, уж скромнее нас, нашей фирмы, наверное, ничего нет, это где-то примерно 450 миллионов рублей. Почему? Потому что, когда мы строили вот эти 14 яхт, у нас образовалась определенная статистика, то есть одна тонна водоизмещения примерно стоила 700 тысяч рублей. И поэтому мы можем предварительно подсчитать и помножить еще, правда, на сложность рангуута и текелажа. Он все-таки гораздо сложнее. И к тому же все будет зависеть от заказчика. В каком виде заказчик будет видеть это военное судно? Имеется в виду внутри убранство, каютная система, представительские какие-то апартаменты, красное дерево или еще что-то такое. То есть это уже дополнительные требования заказчика, которые все упираются, опять же, конечно, в экономику. Текелаж значительно отличается у Брига Меркурии от яхты Петр Великий. Да, еще раз покажу. Дело в том, что на Петре Великом электропривод был на парусах. Ну, были скрутки на стакселе. На Бриге Меркурии вряд ли пока такое возможно. Почему? Потому что если Брик Меркурии будет сниматься в военно-исторических фильмах, а уже есть сценарий, разработанный компанией Парамир, Юрия Боброва мы контачили в этом плане, то мы должны весь текелаж и всю оснастку представить максимально приближенный к 1820 году. Поэтому автоматики там не будет. Спрятать автоматику просто негде. Невозможно, понимаете? Просто невозможно. Другое дело после художественного фильма или после... Перевооружить корабль? Да, но это опять проблематично, потому что это все очень дорого и будет влиять на внешний облик судна. Все-таки парад, если все хотят видеть реклику 1820 года. Количество экипажа? Значит, если брать исторические документы, мы, конечно, проработали массу исторических документов, то в экипаже Казарского было 115 человек. В компании 1824 года, подписанные там, есть бумаги адмиралом Грейга, значит, там еще были командированы, допустим, 121 человек. Но когда мы вот сейчас примерно прикидывали экипаж, я думаю, что он будет в пределах 20 где-то человек. Это должны быть хорошо обученные парусники, потому что вот с такими прямыми парусами, с такими прямыми парусами, это надо учиться работать. Высота мачт около 30 метров. Около 30 метров. Значит, люди должны подниматься, вручную эти паруса ставить, вручную их опускать, во время шквалах убирать. То есть это очень квалифицированный труд моряков. Вот, понимаете? Квалифицированный труд моряков. Поэтому здесь как бы автоматика, она не предусматривается сначала. Да, ну такой статус несовместим со статусом учебного судна. Я думаю, что курсанты, даже если они месяц-два поработают на практике на Бриге Меркурии, им этот опыт едва ли пригодится на Херсонесе, на Седове. Ну, видите ли, у военно-морского флота свои учебные суда, у гражданского и промыслового флота свои учебные суда. Ну вот Херсонес стоит на морском вокзале, все видят. Мы сначала, когда планировали назначение судна, предполагали один из вариантов сделать его учебным. Но от этого отказались, именно по той простой причине, что, во-первых, это какая-то рискованная будет операция. Подъем паруса – это всегда рисковая операция. То есть это должна быть хорошая подготовленная команда, своя, на которую мы должны положиться. Поэтому как учебное судно, оно не подходит. То есть оно будет работать, опять же, я подчеркну, в двух направлениях. Внешне – это судно-музей, а внутренне – это представительское судно. То есть на нем можно проводить какие-то симпозиумы, на нем можно проводить какие-то встречи, на нем можно проводить какие-то конференции. Я думаю, что вот когда мы сейчас будем прорабатывать общее расположение судна, мы сделаем кают-компанию довольно вместительностью. Ну, допустим, 20-25 человек. То есть это, в принципе, для средней конференции… За счет того, чтобы убрать крюит-камеру? Крюит-камеры, конечно, не будет. Крюит-камера будет только в чертежах, которые мы потом покажем. Так же, как и не будет печек. У Казарского вот здесь, вот в районе Фок-Мачты, было две печки. То есть судно несло две печки из камня и несло с собой 14 тонн дров. 14 тонн дров, понимаете? Для приготовления пищи? Для приготовления пищи. Вот здесь у них где-то было помещение живой провизии. То есть баранов, гусей и прочее, прочее. Холодильников-то не было, значит. Ну вот… Живые консервы. Да. Это вот один баран, наверное, на команду, я не знаю, на 115 человек. Внутри вот здесь большую часть трюма занимал водяной трюм. То есть основная нагрузка судна была эта вода. Питьевая. Питьевая вода. Если по способу движения БРИК, он имеет неограниченный район плавания, то есть поднял паруса и ходил хоть через два дня. Не ужин ему ни атомный реактор, ни дрова, ни мазут. То автономность всегда определялась по запасам воды и провизии. Вода кончалась быстрее, чем сухая провизия. Поэтому вода – это для моряков, это один из, можно сказать, мокрых хлебов, что ли. Я не знаю, кончилась вода, все. Время, которое необходимо затратить для строительства, если будет получено добро. Но при устойчивом финансировании, я думаю, что за год мы сделаем голый корпус и начнем его насыщать. Все упирается только в финансирование. В принципе, я думаю, что года за три ударной работы мы это судно построим. За годы головоломок очень много технических. Я должен сказать, что проект будет довольно сложный. Почему? Потому что не все чертежи нам известны. Кое-что придется чисто по инженерной интуиции восстанавливать. Но эти подводные камни мы все уйдем. Надо сказать еще о фильме. Вот о фильмах надо. Так вот, по поводу фильма я хотел вопрос такой задать. Не окупится ли строительство этого брига за счет проката фильма? Понимаете, здесь нашими заказчиками должна была быть компания «Парамир», которая уже создала сценарий фильма по книге Геннадия Черкашина «Бриг Меркурий». Сценарий написан, площадки уже даже определены. То есть, одна из главных площадок – это Севастополь. Но фильм как бы подразумевает интернационал актеров. И там будут британские актеры, потому что там должны быть съемки в Лондоне. Это будут турецкие актеры, какие-то съемки в Стамбуле, в районе Болгарии и прочее. Фильм должен быть, конечно, по интуиции. Это должен быть фильм, конечно, патриотического содержания и такого всероссийского звучания. Не просто местечкового. Но я не хочу сказать, как Т-34, к примеру, хотя по Т-34 это у меня отдельное мнение. Но это должен быть интересным, правдивым фильмом, который отражает и эпизоды русско-турецкой войны, и отражает российское кораблестроение начала 19 века, и подвиг экипажа Казарского, выучку моряков. То есть он многоплан. И там, кажется, и любовное есть какое-то направление и прочее, и прочее, и какая-то дипломатия. То есть вот в таком плане. Насчет окупаемости не могу сказать. Киношники с нами этими вопросами не делятся. Еще один вопрос был. Где-то год назад он прозвучал. При выборе предназначения строящейся реплики было сказано, что он должен один к одному, то есть быть копией. И пример приводили Тура Хиердала, его походы на плотах через океан. Тур Хиердал ставил совершенно другую цель. Он ставил научный эксперимент. И хотел подтвердить реальным своим походам, что реальный плод из пробкового дерева может спокойно преодолеть океан. И, собственно говоря, да, он подтвердил, он может преодолеть океан. Но после этого плод приходил в полную негодность, рассыпался. И там оставался. И в отличие от тех плотов, на которые ходили предки, там стояли и радиостанции, и навигационные приборы, и приготовление пищи велось не от увеличительного стекла и не от солнца, а на... Сырую рыбу не ели. Значит, я понял вашу мысль. Это все было в стадии, когда мы продумывали назначение Брига Меркурий. Все можно построить. Конечно, можно было построить и примерно копию деревянную, но я говорю, что мы бы ее только построили, и она бы уже ее червь съел бы. Поэтому задача стояла немножко в другом плане. И сейчас она стоит, чтобы продлить жизнь, чтобы Бриг Меркурий работал как можно дольше на флот и на Севастополь. И поэтому мы предлагаем стальной корпус, и только сверху он будет обшит деревом примерно в той же конструкции, в которой это делал корабельный мастер Осмин Павел Иван Яковлевич. Поэтому наша задача продлить жизнь Брига Меркурий, именно его историческую, воспитательную, познавательную, музейную, как хотите. Кто на сегодняшний день выступает вашими единомышленниками? Я не говорю про партнеров, единомышленниками. Кто вас поддерживает? Ну, нас поддержал Черноморский флот. Я докладывал на разных уровнях, это хорошо. Нас поддержали историки и краеведы. Нас поддержали писатели. Нас поддержали судомоделисты. Нас поддержало, наконец, правительство Российской Федерации, куда прошло обращение от морской коллегии. А сначала через морскую коллегию оно шло опять от кинокомпании «Парамир» и Юрия Боброва. То есть поддержка есть. Осталось как бы малое. Найти деньги. Да, найти деньги, спроектировать до конца. Вот мы сейчас занимаемся эскизным проектом. И построить. И я думаю, что это уже как бы созрело. Сколько человек будут задействованы в строительстве корпуса и в наполнении его ранговым, такелажем? Значит, как говорит опыт, я думаю, что в строительстве судна будут задействованы несколько сот человек. Это, конечно, и судосборщики, это и сварщики, это и изолировщики, и монтажники, и механики, и электрики, и все. То есть у нас есть определенный контингент людей, с которыми мы сотрудничали, когда строили различные яхты. Яхты и 23-метровые, и 25-метровые на разных заводах Севастополя. И потом все это создавалось на класс морского регистра судоходства. Я должен сказать еще этот момент, что Брик Меркуи, он будет строиться на класс российского регистра судоходства. То есть это для того, чтобы мы полностью соответствовали всем нормам, конвенциям, охране человеческой жизни на море, прочности, непотопляемости и так далее. То есть это не киношная скорлупка для бассейна, закрытого водоема? Значит, жизнь в кино – это только один миг. Хоть он и будет каким-то там интересным и познавательным, но это только один миг. Сам проект возрождения Брик и Меркурий, по нашей идее, это долгосрочная программа общения человека с морем, общения молодежи с морем, общения будущих курсантов, историков, гостей города. То есть Брик Меркурий должен выполнять какую-то просветительскую нагрузку от имени Севастополя и Черноморского флота. Ну, наверное, целесообразно было бы создать какую-то концессию и пайщики-консессионеры могли бы вывозить на прогулки севастопольцев гостей города за определенную мзду для возмещения ущерба на его строительство. Я думаю, что все это вполне реально. То есть, если судно ходит под парусами, оно должно ходить под парусами, то, конечно, оно должно работать для людей. Не только для каких-нибудь толстосумов, а, допустим, для того же Артека, для тех же молодежи, для тех же школьников, для тех же, будем говорить, кораблестроителей будущих молодых, для наших гостей, для уважаемых людей, для ветеранов, для гостей города. Ну, пожалуйста. Андрей, еще вот вспомнилась яхта под названием Петр Великий, на самом деле Гава. Вот такая же она была еще раз. Да. Они однотипные яхты, просто в нужный момент, когда назревал поход в Безерту по местам Великого Исхода, пришлось завесить борт другим названием. Ну, это был, скажем так, пиар-ход. Это был пиар-ход, но надо подчеркнуть, что это был 96-й год, 300-летие флота, и когда эта экспедиция под руководством Владимира Стефановского все-таки добралась до Безерты, подняла там Андреевский флаг, это была наша яхта. То есть, это яхта наших людей, которые сделали ее, проверили в штормовых условиях, а там она попала в 5 баллов и выдержала шторм, и вернулась спокойно. Вот вам пример практической пользы. Если я не ошибаюсь, это яхтой командовал на протяжении многих лет Николай Зубачук, воноклавский яхтсмен, капитан. Да. Надо сказать, что нашими яхтами командовали опытные капитаны. Вот одна яхта, Сандра, она перешла Атлантические океаны, следы ее теряются в Соединенных Штатах. Вот яхты ходили в Индийском океане, показали себя хорошо. Я уже говорю про Атлантику, про Средиземное море, я говорю про Черное море. То есть, все 14 яхт, которые мы строили, в принципе, показали свою мореходность, прочность, автономность и безопасность. Вот это наш кораблестроительный опыт, который мы и хотим применить при строительстве Брига Меркурия. Благодарю за участие в нашей программе. Надеюсь, что проект будет все-таки благополучно реализован, и мы увидим на огладе Севастопольской бухты реплику Брига Меркурия. Пусть не в 2020, но хотя бы в 2021 или 2022 годах. Будем надеяться. На этом наша программа завершена. Уважаемые телезрители, всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...